Безразличие Безразличие Не грузовик, а толстая Камри Только с именем не совсем понятно Альфард По идее вот это Д на конце, оно не читаемое Тогда Альфар Альфред Я буду звать ее Альфред Тем более, что в поведении Тойоты Есть что-то от хорошего дворецкого Подходишь такой к двери и говоришь Альфред Это лучшее, что я придумал для демонстрации вместительности Я позвал своего самого рослого друга Федора В нем 204 сантиметра А он притащил самую здоровую в мире гитару Gibson Firebird И ничего Поместились Ни в одном легковом автомобиле Вы не найдете такой комбинации пространства и комфорта Что обеспечивают раздельные кресла второго ряда У них удачный профиль Мягкий наполнитель Хорошие варианты трансформации Подогрев и даже вентиляция Столики здесь В отличие от Maybach Не шатаются Но такой можно уверенно поставить серебряный фужер Федь Он играет через вход для видеоприставки Поэтому я легко могу заглушить его просто местным пультиком Так вот вопрос Почему такие роскошные кресла Не включают функцию массажа? Зато стекла сдвижных дверей опускаются Ни в одном из конкурентов этого нет В лучшем случае сдвижные форточки Здесь свой блок климат-контроля Управление яркостью и цветом освещения Самое интересное, что даже при полностью отодвинутых креслах второго ряда За Федором Остается место для его гитарного техника И случайного прохожего Обычно никому нет дела Каково это управлять автомобилем такого класса Но на водительском месте Тойоты Очень интересно Тем более, что в отличие от конкурентов За рулем Альфарда Гораздо легче представить себе человека Который такую машину купил Последний раз, когда я ездил на микроавтобусе Это был Мерседес V-класса И я вообще не понял, что этот автомобиль делает на тесте драйва То есть, ну да, это экзотика Побыть немножко водителем автобуса Но мы же не пишем про коммерческую технику К Альфарду вопросов нет Здесь все по-легковому Расположение органов управления Геометрия посадки Главное – поведение Машина адекватно ускоряется Адекватно тормозит Хорошо следует за рулем Нет ощущения, что ведешь огромного монстра Легко представить, что сидишь в большом кроссовере В том же Хайлендере, например Управляется Альфар так же просто и понятно Как любой другой автомобиль на этой платформе Ну, с поправкой на возросшую массу И более высокий центр тяжести Но чисто тойотовская адекватность Она здесь Вообще-то странно, что я обсуждаю Нюансы управляемости такой машины В этом есть что-то такое фундаментально неверное Но это только комплимент инженерам Здесь не какая-нибудь четверка В6 3,5 литра Под педалью всегда есть запас тяги И для маневра в городе, и для обгона на шоссе Только шумновато Да, по сравнению с автомобилем до рестайлинга Звукоизоляция улучшилась Все равно здесь много внешних каких-то шумов И аэродинамических на высокой скорости По-моему, можно было такой дорогой машине Выделить двойные стеклопакеты Тут вообще есть примеры странной экономии Нет вентиляции передних кресел Нет камеры заднего вида Ну, как ее здесь может не быть? Есть свой минус и у легкового происхождения Тойоты Она уже, чем Мерседес V-класса Или Volkswagen Multivan И в России всегда шестиместна Немцы могут увезти и восьмерых Но это тот случай, когда важнее не сколько, а как На ровной дороге Альфард вот прям альфред И обеспечивает недосягаемый уровень комфорта Для конкурентов, построенных на коммерческих платформах Но на плохом асфальте все же не так радужно Кузов дышит, и мебель ходит ходуном И звуки какие-то Впрочем, человек, выбравший микроавтобус Он как бы изначально смирился с тем Что тот не будет на ходу таким же собранным, как легковой автомобиль И потом вот эта внутренняя жизнь Она скорее вредит какому-то субъективному ощущению качества Нежели комфорту как таковому Неровности полотна ты больше видишь и слышишь Чем ощущаешь пятой точкой Есть еще одно положительное качество Которое сложно сформулировать Это некое очарование продукта для внутреннего японского рынка Боже, какие варианты стайлинга предлагаются для Альфарда дома А еще там есть гибрид и главное полноприводная версия У нас ведь после цены сразу спрашивают Сколько у Тойоты ведущих колес Увы, только два передних Если из дома в офис, может быть в аэропорт, по городу Замечательно Но на роль регионального транспорта Альфард с небольшим клиренсом и отсутствием полного привода Не подходит Если же вам не нужно штурмовать проселки И отягощать машину оборудованием Или упаси бог защитой То Тойота первоклассный шаттл А уж редкий покупатель Семейные версии Мерседеса V-класса Обязан заглянуть в Тойоту Просто чтобы знать Сколько уюта положено за такие деньги Семейные версии Мерседеса